По рассказам подольских старожилов, в октябре 1941 года, со стороны деревни Каменка, где в то время велись ожесточенные бои, небо было багровым, и даже до города доносился артиллерийский гул. До сих пор земля эта нашпигована металлом. Не первый раз приезжаем мы сюда, в Роговский сельский округ, где по традиции накануне Дня Победы ведет поисковую работу молодежь из Подольского патриотического объединения память. И повсюду встречаем следы войны, осколки снарядов и мин, полузасыпанные окопы и огневые точки. В этот день мы пригласили с собой нашего земляка Валерия Степанова. В 1981 году по его инициативе в Москве в научно-исследовательском центре электронно-вычислительной техники был создан поисковый отряд, занимавшийся изучением боевого пути 17-й дивизии народного ополчения столицы. Осенью 1941 года это формирование, отступая из района Спас-Деменска, влилось в состав 53-й стрелковой дивизии и закрепилось на границе Подольского района. Так московские следопыты оказались на Подольской земле. Одними из первых они начали проводить здесь целенаправленную работу по перезахоронению останков советских воинов. Только в период с мая по сентябрь 1983 года вблизи деревни Ильино они обнаружили останки 62 бойцов 43-й армии. У некоторых из них сохранились медальоны, позволившие опознать неизвестных солдат. Но на следующий год ребят потянуло опять на рубежи, потому что все найти практически невозможно. И здесь, это было как раз вот в такие же дни, накануне 9 мая, мы нашли в одном месте захоронение Зайцева Трифона Ванифатьевича. Но так как перезахоронение уже было произведено, мы поставили временный обелиск. И потом, через некоторое время, приходим на это место, смотрим, стоит уже не деревянный обелиск, который мы поставили, а стоит нормальный железный обелиск, на котором написано, что пропавшим без вести воинам, а вместе с Зайцевым там было похоронено еще 15 человек, в которых не было документов. Вот. От подольского отряда поиск. И вот с этих дней, значит, возникла у нас идея совместно с Игорем Красильниковым сделать аллею памяти, что на остатке участки Старой Калужской дороги. Эти кадры центральное телевидение показывало в 1985 году. Валерий Степанов и его товарищи-следопыты у могилы рядового Зайцева. Установив личность погибшего, поисковики нашли адрес его сына, проживавшего в небольшой деревеньке в районе Улан-Удэ. И вскоре Андрей Трифонович вместе со своей супругой приехал на могилу отца, впервые за всю свою жизнь вступив на московскую землю. А как не вспомнить июль 1984 года? Первое крупное перезахоронение советских воинов в поселке Рогово. К этому событию районное и местное начальство готовилось особенно тщательно. Останки воинов были доставлены из окрестных заброшенных деревень Дмитровка и Круча. Приехали ветераны, молодежь, собрались жители поселка и близлежащих деревень. Были среди них и свидетели боев осени 1941 года. Посмотрите, сколько цветов украшает этот памятник, запечатлевший последнюю атаку русского красноармейца. Я о звездах, опять о звездах, Не о далеких звездах, о близких, Тех, что врезаны в синий воздух, На бесчисленных обелисках. Все я вынесу, все осилю, Сердце вновь принимает старт. Я прошу, разреши, Россия, Мне твоим звездочетом стать. По дорогам пройду, по катам, Поклонюсь любому ручью Необычных созвездий карты Я составить тебе хочу. Это карты любви и боли, Карты преданности до конца. Но однажды найду где-то в поле Я без звездочки холмик бойца. Сам я сделаю контур зубчатый, Прикреплю, чтоб навеки и впредь Эти крылы и звезды отпечаток Крепко в сердце своем сберечь. Все я вынесу, все осилю, Сердце вновь принимает старт. Я прошу, разреши, Россия, Мне твоим звездочетом стать. По дорогам пройду, по катам, Поклонюсь любому ручью Необычных созвездий карты Я составить себе хочу. По дорогам пройду, по катам, Поклонюсь любому ручью Необычных созвездий карты Я составить себе хочу. Сегодня здесь, в районе деревни Ильино, Проводят свою очередную вахту памяти Ребята из поискового объединения «Память» Игоря Красильникова. Они продолжают дело Валерия Степанова И его сподвижников. В момент нашего приезда Лагерь был пуст. Здесь остался один дневальный. Все остальные находились в лесах. Путь был неблизкий. Но все же мы отыскали Красильниковцев На высоком берегу речушки Каменка, Где в 41-м году проходила линия обороны 43-й армии. Игорь, скажи, пожалуйста, Какие события в 41-м году происходили Вот здесь, на этом участке, Где вы сейчас работаете, Между деревнями Кузовлева и Ольховы? Непосредственно здесь находились Находились передовые порядки 93-й стрелковой дивизии. Скорее всего, 266-й стрелковый полк. 51-й стрелковый полк был немножко правее. Это в каком месяце? Это тут, значит, так. Тут нужно сказать. Бои были, самые основные, кровопролитные. Это 24 октября по 29 октября. Потом была стабилизация фронта. То есть, ну, наступила зима, наступили морозы. С двух сторон начали окапываться. И наши, и немцы. И где-то с 14 ноября по 16-е Была предпринята одна из, значит, таких операций, Чтобы немцев выбить непосредственно Из деревни Кузовлева, из деревни Ольхова. Ну, в принципе, конечно, немцев выбили, Но народу было положено, я считаю, очень много. То есть, это была передовая? Да, мы находимся непосредственно на передовой. Каждый метр этой земли покрыт... Ну, вот куда сейчас вот можно взять приборми наискатель, Куда, значит, не сунешься, с ним везде все пищит. Все покрыто осколками. И вообще, вся эта земля полита кровью наших бойцов и командиров. Я знаю, что ты много лет работаешь в архиве Министерства обороны, И в последнее время в частности. Скажи, какие вот последние находки ты сделал, работая в архиве? 7 ноября 1941 года в районе между деревней Ильиной и Тетеренками, Это как раз полоса обороны, 53-я стрелковая дивизия, Приехала делегация московских рабочих. И командир дивизии, значит, дал клятву, И все воины этой дивизии дали клятву, Что с этого рубежа бойцы дивизии не сделают ни шага назад. Они сдержали эту клятву? Да, да, они сдержали эту клятву, и немцы дальше не прошли. А скажи, вот на рубеже реки Нара есть памятный знак, Здесь проходила линия фронта. Этот памятный знак условный, Или действительно дальше этого знака фашисты не прошли? Вы знаете, сейчас я вот возьму на себя, значит, ответственность, наверное, И могу теперь сказать, да, немцы прошли дальше. Ну, может быть, там, знаете, как обычно при въезде, так сказать, Вот красивое место там, горка, там вот было написано, Что вот тут фашисты не прошли. Сейчас реально вот мы, которые работаем уже на этих рубежах 10 лет, Мы можем реально вот подойти вот до определенного места, Сказать, все, вот дальше немцев не пустили, понимаете? И где эти места? Эти места, это, значит, деревня Богородская. Это буквально, ну, наверное, километра полтора от Рогова. Понимаете? И это, скажем так, где-то около километра полтора от деревни Горнево. Это в районе деревни Дмитровки. То есть это довольно-таки так близко непосредственно к деревне Рогова. То есть и в Каменке были бои тоже? Да, да, немцы входили. Немцы входили в Каменку, но они входили тогда, Когда еще не было десантников там. Например, 93-я стрелковая дивизия, Она-то подошла сюда только 27-го октября. А с 24-го тут уже кровь-то рекой лилась, понимаете? И на этих рубежах стояла 17-я, 53-я дивизия и 312-я дивизия, Которые с боями отходили по Варшавке. И когда тут уже вот это все клокотало, Тут, ну, я не знаю, тут небо и земля, наверное, Вот как вот это вот все это сказать. Только 27-го, 93-е октября, 93-я стрелковая дивизия сюда подошла. И сразу с ходу включились боевые действия. Разумеется, Игорю Красильникову было о чем поговорить Со своим давним знакомым и коллегой по поиску Валерием Степановым. Проблем в их подвижнической работе и раньше было немало. А сейчас еще новые прибавляются. В общем, конечно, дачи наступают. И я думаю, что ситуация такая, что вот не пробовал, не спрашивал, Они вот строят дома, коттеджи, может, что попадается. Да, 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 буквально позавчера мы вышли на дачу. Мужик говорит, что это... Ну, как раз я проходил по даче, и людям говорю, Товарищи, говорю, здесь была передовая. Вы когда копаете огород, вы хоть смотрите, что копаете. Только, значит, я вот, ну так, скажем, это сказал, С другого конца дач мужик бежит. Мы, говорит, что-то нашли. Пошли посмотрели, лежит стрелянная минометная мина, калибра 81,4, не разорвавшаяся. Он говорит, а я думал, он говорит, я думал пенек, и по ней лопатой рубил. Я говорю, дядька, иди в церковь и поставь свечку. Тебе повезло. Об Игоре Красильникове и его отряде память мы уже рассказывали в наших передачах. Именно благодаря стараниям вот этих ребят каждый год на Аллее Славы, что в районе деревни Кузовлево, появляются новые братские могилы, устанавливаются имена павших воинов. Эта работа наиболее трудная. Далеко не все бойцы имели медальоны, а те, у кого они были, не спешили их заполнять, опасаясь дурной приметы. Поэтому следопыты цепляются за каждый факт, способствующий выяснению личностей погибших. Ну вот непосредственно здесь был найден котелок. Ой, вот он. Тут видите, как досталось кому-то, если уж из котелка друшлаг получился. И тут есть фамилия. Так, вот тут и читается. Петров. Так, где-то тут еще фамилия есть. А, вот. Кондратьев. То есть вот, по всей видимости, то ли вдвоем они из этого котелка кушали, то ли, может быть, по очереди. Одного убило, другой взял. И котелок-то, в принципе, это вот 29-й год. Это, может быть, даже принадлежал человеку, который был кадровым военным. Там, это котелок старого образца. Теперь ребятам предстоит изучать списки безвозвратных потерь, стоявшей здесь части. Искать обнаруженные на котелке фамилии. А что, если подобных фамилий будет несколько? Они распространенные, а воинов наших на этих рубежах полегло немало. Так что Игорь Красильникова и его сподвижников ждет нелегкий архивный поиск. Со дна окопов ребята достают разбитые каски, остатки боеприпасов и личных вещей воинов. Поднятие останков затрудняет собравшаяся в воронках талая вода. Так как очень много воды, в принципе, мы отказались от подъема воронок. И это все переносим на лето. А сейчас мы занимаемся разведкой. Разведкой территории и непосредственно поиском предполагаемых мест, вот так скажем, захоронений. Вот этого воронка, здесь есть останки погибших воинов. Есть, мы поднимали сейчас фрагменты, значит, останков. Но копать это, это, в принципе, невозможность. Пробую, мы уже пробовали в другом месте большую яму, качали ее целый день. На следующий день пришли опять вода. Опять вода, опять весна на белом свете. Пробуждение природы на время стирает остроту противоречия сегодняшнего дня. И хоть от проблем нынешней смутной жизни никуда не деться, но все же в эти прекрасные майские дни хочется думать о лучшем, об идеальном. О том, что всегда влекло русского человека, помогая выжить в самые тяжелые периоды нашей истории, в том числе и осенью 41-го года. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Познавившимся дым, потешите же вы его Пошлите конверт, успокойте души из войны Той привет, пусть слезу не послушайте Вы пошлите конверт, успокойте души из войны Той привет, пусть слезу не послушайте Отзовитесь, кто знал, прочитав эти строки И как он упал, где лежит одинокий Поведайте им, об отце или сыне, это надо живым Это надо, спасибо Вы поведайте им, об отце или сыне, это надо живым Это надо, спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!